Добрый день. Вашему вниманию предлагается урок на тему иврит намного больше, чем просто язык. Для начала пару определений. Эти определения характерны как минимум для западных групп языков. Не будем вдаваться в подробности, почему именно западных. Западные языки нам более близки, поэтому разберем сначала их определение. Итак, язык это средство выражения мыслей и чувств. Наиболее важное и видоспецифичное средство общения человека. То есть первое средство выражения мыслей. Второе, язык характеризуется тем, что он использует символические знаки, буквы. И при этом значение знаков произвольно. Из этого вытекает третье определение. Языки являются условными и общепринятыми. Что значит условными и общепринятыми? Слова, которые мы употребляем, их значение не зависят от значения знаков. Это значит, что мы разговариваем на языке каких-то определенных условностей. Если взять, к примеру, слово мяч, то буквы слова мяч нам не говорят, о чем речь, что это за предмет. Мы просто знаем, что когда говорят слово мяч, имеется в виду круглый предмет, которым можно играть. И это является условностью. То есть любое слово это условность. И мы знаем, о чем идет речь не потому, какие буквы написаны в этом слое. Итак, из этих трех определений есть у нас несколько следствий. Первое следствие, оно приходит из первого определения. То есть как средство выражения мыслей. Что это нам говорит? Это нам говорит о том, что сущность вещей, которых мы описываем, она субъективна. То есть мы не понимаем до конца сами суть вещей, мы как индивидуумы. И поэтому из-за того, что мы их не понимаем, суть вещей, которых мы передаем языком, она тоже должна быть, как и наше восприятие этих вещей, то есть и передача этих вещей через язык, она тоже должна быть субъективной. То есть понимание реальности у всех разное, да, можно видеть двух людей, которые вроде бы говорят о одной и той же вещи, но понимание у них разное. Это первый вывод. Второй и третий выводы, они исходят из определения, что знаки и буквы произвольные. Если у нас знаки и буквы произвольные, это может значить две вещи. Первое, это может значить, что два слова с разными знаками могут означать одно и то же, то есть быть синонимами. Как то в словах автомобиль и машина. Два абсолютно разных слова, то есть если прилетает марсианин и видит два этих разных слова, он не поймет, что речь идет об одном и том же. Мы понимаем это, потому что мы понимаем эту условность, которая связана с тем и с другим словом. Второй вывод. Если все буквы произвольные, это значит может быть обратное, получится обратное, что два слова с одинаковыми знаками могут означать абсолютно разные вещи. Например, как в слове стул. Стул как вещь, на которой можно сидеть и стул как функция организма. То есть если прилетает марсианин, видит стул и видит стул, он не поймет, что речь идет в данном случае о двух разных вещах, не понимая контекста, потому что он не знает тех условностей, которые знаем мы. Это то, что нам надо знать для дальнейшей дискуссии о определениях. Для того, чтобы не заниматься сухими определениями, возьмем и разберем сразу несколько примеров. Итак, вашему вниманию предлагаются следующие слова. Цветок дикий, растрепанный, индивидуально, глава, размножаться и разделить. И поставим себе следующий вопрос. Есть ли что-то общее в значении этих предлагаемых слов? И если спросить об этом разных людей, то кто-то может найти что-то общее. Большинство, наверное, не найдет ничего общего. И тот, кто, может быть, найдет что-то общее, это тоже не сказано, что этот же человек через час или через день или через месяц найдет то же самое, какую-то общность, причем одну и ту же общность в значении этих слов. То есть, может, это зависит от ситуации, от того, выспался этот человек или нет. И как минимум, и это не обязательно должно зависеть от этих слов, которые нам предлагаются здесь. То есть, понять, есть ли в этих словах что-то общее или нет, это по-другому значит найти какую-то взаимозависимость этих слов, которые можно орфографически увидеть из написания. И если это возможно, можно ли описать или обобщить вот эту информацию, общую информацию об этих словах одной фразой. И, как мы видим, это сделать, в принципе, очень тяжело. Почему же это тяжело? Потому что орфография, то есть написание слов, она не помогает увидеть общности этих слов. Буквы-то у нас произвольные. А значит, и общности их значений, то есть какой-то общей сути, общей сущности этих слов, очень тяжело распознать, как минимум с помощью орфографии. Возможно ли это вообще? То есть, может, мы ставим какой-то вопрос, на который, в принципе, невозможен позитивный ответ. То есть, может, язык, никакой язык для такого не создан. Ведь мы же сказали уже, понимание реальности у всех разное. Язык – это средство коммуникации. И средство коммуникации между индивидуами, оно субъективно. То есть, язык не отражает, или можно даже сказать, не может отражать реальность вещей или суть вещей объективно. То есть, так вот, чтобы сказать слово, и не может быть второго варианта, что это ты сказал, и любой другой человек поймет именно так и не по-другому, что ты сказал. И на этот вопрос можно ответить так, что, в принципе, в стандартных языках это практически невозможно. Но так ли это во всех языках? Возьмем, к примеру, иврит. Итак, разберемся, как работают буквы и слова в иврите. Для слова «буква» в иврите есть два слова, которыми можно сказать вот это слово «буква». Первое слово – это слово «тейва». И если переводить его на русский язык, то оно обозначает строительный блок. Оно очень похоже на слово «байт». «Байт», которое переводится как слово «дом». То есть буквы в слове «тейва» и слово «байт» одинаковые странным образом. То есть первое, что нам надо усвоить, это что слово «буква», оно обозначает строительный блок. А строительный блок – это что? Это средство, посредством которого простые вещи, из простых вещей можно делать более комплексные, сложные вещи. Второе слово, которым характеризует слово «буква», это слово «от». И значение этого слова, если переводить в иврита, то оно обозначает символ. Вот, что такое символ? Символ – это что-то, что отражает какую-то определенную суть. Вот, итак, теперь мы знаем, что слово «буква», оно, во-первых, характеризуется как строительный блок. И, во-вторых, оно характеризуется как символ. То есть у каждой буквы, во-первых, есть возможность из букв строить что-то более сложное, то есть слово, например. И второе, у каждой буквы – это отражает какое-то свойство. То есть это не просто что-то, что мы пишем, это не просто что-то нарисованное. Определенная буква отражает определенный смысл. Теперь разберемся со словом «слово». Когда мы говорим на иврите «слово», то нам надо сказать слово «давар». В переводе оно переводится еще не просто как слово, но еще и как предмет. То есть одним словом «товар» мы можем сказать, во-первых, слово, а во-вторых, мы можем сказать предмет. И это нам говорит о том, что любое слово отражает суть определенного предмета. То есть определенное слово отражает суть именно определенного вот этого предмета. И вот все эти три значения указывают на то, что иврит – некондициональный язык. Почему мы это понимаем? Откуда это берется? Мы уже сказали, что в русском языке слово «стул» не имеет ничего общего с описываемым предметом. То есть мы просто знаем, какой предмет имеется в виду. И поэтому, произнестая слово «стул», все знают, о чем речь. Вот в иврите, когда мы хотим сказать слово «стул», мы должны сказать слово «кисе». И никаким другим словом не было бы правильно выразить это слово. То есть в русском теоретически можно было бы сказать, если бы все согласились называть «стул», например, «мечом», и все бы знали, что когда мы говорим «мяч», мы имеем в виду «стул» на самом деле, то это было бы окей. То есть языковых барьеров для этого нет. Все же условность, правильно? Так вот в иврите такой барьер есть. И то, что мы называем «стулом», невозможно описать никаким другим словом, как только словом «кисе». Почему? Потому что у каждой буквы есть определенное значение. И у слова, которое написано именно этими буквами, есть тоже определенное значение. И это значение невозможно не поменять, если мы поменяем буквы. То есть меняем буквы, меняется значение слова. То есть значение слова «кисе» отражает суть стула. Какой мы еще знаем другой язык, который отражает суть того, о чем он говорит? Такой некондициональный язык – это язык химических формул. Когда мы говорим «H2O», мы имеем в виду «воду». и когда мы хотим написать на химическом языке «вода», то мы это не можем описать никакой другой формулой. То есть формулой, в смысле, она идентична в данном языке слову, определенному слову. Так вот, H2O – это слово, которым мы говорим на химическом языке «вода». И никакой другой формулой эта вода не выражается. Это было бы неправильно. Так вот, точно так же в еврите. Если мы говорим, хотим сказать «стул», то «стул» выражается определенным одним словом и никаким другим. Давайте разберем значение некоторых букв в еврите. Возьмем букву «пэй». Пишется она на еврите вот так. На русском она произносится «пэ». Выглядит она вот так, как нарисовано справа. Откуда мы знаем, какое значение имеет буква? Для этого у нас есть подсказки. Причем это не больше, чем подсказки. Точного значения букв не знает никто. Именно в еврите. То есть мы приближаемся к значению буквы вот с помощью этих подсказок. Какие же у нас есть подсказки? Значит, первая подсказка это значение названия буквы. То есть, когда мы говорим «пэ», это не просто какие-то звуки, ничего не значащие, а это слово, определенное слово. Так вот это слово означает «род» на русском языке. Это первая подсказка. Вторая подсказка. Звук «пэ». Этот звук, он тоже нам дает определенную подсказку. То есть, звук нам что-то говорит о букве. Дальше у каждой буквы в еврите есть свое цифровое значение. То есть, это не так, как во всех других языках. буквы и числа это совсем два разных, скажем так, алфавита. А здесь в одном алфавите собраны и буквы, и цифры. Так вот, цифровое значение или по наеврите это называется гематрия буквы «пэй» она равняется 80. То есть, это нам тоже что-то говорит о этой букве. Не будем сейчас задаваться подробностей, что именно это говорит, но цифровое значение прибавляет нам знание о букве. Четвертое форма буквы, то есть, структура буквы, она нам тоже кое о чем говорит. Например, в букве «пэ» есть определенный проем. И этот проем что-то обозначает. и что примечательно, что точно так же, как во рту у нас есть проем, точно так же в букве у нас есть проем. То есть, с другой стороны, можно сказать, что строение буквы или форма буквы, она вторит то слово, которым мы называем эту букву. то есть, род и структура буквы очень похожи в этом смысле. Нам, виврит, есть буквы, которые простые, которые не состоят, скажем так, из других букв. Эта буква, буква «пэ», она сложная. Она состоит, как мы видим, из трех букв. Первая буква это «йод» или «юд». То есть, она вот такая вот перевернутая «юд», вот мы ее видим здесь. Вторая буква, если вот этот «юд» убрать, то останется вот такая вот буква. Это буква «кав». То есть, произносится как «кав». И третья буква, если мы посмотрим внутри на белый фон буквы «пэй», мы увидим тоже букву, и это буква «бэйт». То есть, букву «пэй» надо писать так, на самом деле, чтобы внутри вот в белом, как бы в ненаписанном отражалась буква «бэйт». То есть, и вот эти вот, скажем так, три буквы, они образуют букву «пэй». Вот. То есть, это о структуре буквы. Следующая подсказка такая. есть раввины и в раввинской литературе. Значит, наши раввины говорят, что если хочешь узнать настоящее значение буквы, то его можно узнать по первому слову в торе, где корень этого слова начинается вот с этой буквы. Так вот, если мы начнем с самого начала торы с книги «Барышит» искать первое слово, в котором корень слова начинается с этой буквы, мы наткнемся на слово «пэй». «Пэй» это поверхность. Вот. То есть, эта буква, она как-то связана с поверхностью. Что-то она имеет общего с поверхностью. Сейчас мы поймем, что. Вот. И последняя подсказка это значение из примеров. Например, какие слова у нас есть, в которых есть буква «пэй». Например, «пэним». Слово «пним» что оно значит? Оно значит «внутренность». Есть слово «паним». То есть, мы видим, что очень маленькое различие между «пним» и «паним» в написании. «Паним» обозначает лицо. И очень интересно, почему для слова «лицо» используется такое же слово, как слово «внутри». Вы видите, «пним» и «паним». То есть, если вот эти огласовки убрать, которые внизу слова, то есть «гласные», то «согласные» абсолютно одинаковые. Как же это может быть, что два якобы разных слова пишутся поодинаковому? И если подумать, то на самом деле это не два разных слова, а лицо, как говорится, во многих языках это зеркало души. То есть, зеркало внутренности. Лицо это поверхность нашей внутренности. Ведь мы не смотрим на руку или на колено или на ухо, чтобы узнать что-то про человека. Мы смотрим на лицо, и лицо отражает внутренность. То есть, мы видим по словам, что одинаково написанные слова, они приносят приносят одинаковые значения или очень сходные друг с другом значения. Какой у нас вывод? Значение этой буквы P базируется на понятии проема рта входа, то есть, на концепте соединения внутренности и наружности. Эта буква связана с проникновением во что-то находящееся внутри, точно так же, как рот, поверхность, лицо, да, то есть, это все нам говорит о каком-то соединении внутренности и наружности. Больше мы об этой букве как минимум на нашем уровне не знаем. Разберем еще одну букву Рэйш. Так она пишется на иврите, буква Рэйш. Произносится вот так на русском Рэйш. Значит, мы знаем шесть подсказок. Начнем с названия буквы. Что такое Рэйш? Рэйш от слова рож голова. Значит, звук, который описывает эту букву нормальный Р. То есть, в каждом, скажем так, в каждом языке буква Р, она, она немножко по-другому произносится, но в принципе это одна и та же буква. Цифровое значение и матрия этой буквы 200. Вот, в форме, то есть, в структуре слова видна голова вверх. То есть, вот так буква пишется сейчас в алфавите в иврите. В старом иврите она писалась вот так, а самые первые письмена, которые находятся, когда буквы еще были иероглифами, то есть, иероглифами, которые действительно вот рисованные были буквы, она писалась или рисовалась вот так, как настоящая голова, да, то есть, осталось от этой буквы, от рисованной головы, только вот как бы задняя часть, да, вот шея и верхняя часть головы, вот она, рейш. То есть, раньше действительно рисовали голову для того, чтобы написать эту букву. То есть, мы знаем или понимаем, что что-то будет связано у нас с головой в смысле этой буквы. Пятая подсказка, какое первое слово у нас в Торе, начинающееся с рейш, именно первое слово в Торе, которое произносится берешит, у него корень слова не б, не начинается не с буквы б, а с буквы рейш, то есть в начале, то есть слово начало, оно означает словом рейшит. То есть, первое слово в Торе, его первая буква, буква рейш. рейш, значение этого слова начало, то есть, точно так же, как голова является началом всех идей и всего, что мы, скажем так, производим, точно так же буква рейш вот с этим связана как-то. Значение из примеров. Значит, первое, мы сказали, это слово рожь, голова, да, связано с головой эта буква. Берешит, то же слово, в котором есть слово рожь, обращаем внимание, что слово рожь, да, и слово берешит, у них одинаковый корень, слово рожь, отмечено красным цветом. То есть, голова и начало, они в иврите, это практически одно и то же слово, и это оно говорит о том, что любое начало берет, оно начинается в голове. И следующее слово, которое предлагается вашему вниманию, это слово решит. оно начинается тоже с буквы реш, и две из трех букв, а в иврите каждое слово состоит, то есть, корень слова состоит всегда из трех букв. Так вот, две из трех букв одинаковые, да, здесь есть реш, здесь есть шин, здесь есть реш, здесь есть шин, то есть, две трети буквы одинаковые. И теперь посмотрим, что получается. Слово решит, оно обозначает сеть и если мы посмотрим на на сеть здесь справа как выглядит сеть сеть паучка и как выглядит голова а это фотография головы нейронов в электронном микроскопе мы поймем что структура головы и структура сети не сильно отличаются друг от друга и этот язык он отражает до то что голова например сеть два слова которые пишутся практически одинаково вот сущность этих вещей которые они отражают она тоже очень похожа какой вывод мы делаем значение буквы range базируется на понятии сосредоточения какого-то сосредоточения то есть точно как голова это средоточие там мыслей идей вот как начало да вот как начало вселенной например да это тоже было средоточие всей скажем так материи то слово range оно связано сосредоточением чего-либо ну что же вернемся к нашим как говорится баранам к нашим словам конечно же слова были выбраны не абы как давайте посмотрим поможет ли иврит нам в изыскании обобщения для вот этих данных слов если написать слова на иврите эти слова на иврите то это будут вот такие слова мы это же произносить не будем для нашего эксперимента это как бы второстепенно что же нам бросается в глаза людям скажем не очень хорошо знающим иврит а в глаза нам бросается то что написание этих слов очень сходно то есть две из трех букв этих слов они одинаковые да то есть якобы странным образом эти слова очень похожи какой у нас вывод раз слова как минимум на две трети одинаковые то и значение слов должны быть тоже одинаковые мы же в иврите то есть если буква что-то значит а две буквы значит еще больше и две буквы одинаковые значит значение этих слов оно тоже должно быть не произвольным а какие каким-то очень сходным у этих слов так вот общий смысл у этих слов выйти из внутренней среды из связи или другими словами что-то разделять давайте посмотрим подходит ли этот общий смысл действительно для всех слов что такое цветок цветок это вот если бутон это внутренняя свезда среда то цветок это что-то что вырвалось наружу из внутренней среды то есть показалось наружу да то есть буква рейш это у нас что-то значит средоточие чего-то буква п открывает это средоточие и у нас буква хет вот это в конце она из этого всего из средоточия и из открытия средоточие и делает цветок буква а лишь делает из этого всего слово дикий каким образом слово дикий это выхождение из внутренней среды очень просто когда человек значит спокойный то это значит у него характер ну не так чтобы закрытый но он себя контролирует и когда человек себя не может контролировать то он как бы выходит выходит из себя что ли и и такого человека называют дикий на расстрепанные это то же самое да когда волосы причесаны связаны друг с другом то это абсолютно не то что нам говорит слово пера 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 нам говорит что что волосы человека они как бы растрепаны то есть они вышли из какой-то внутренней среды да внутренняя среда это было бы если бы они были друг с другом как лица связаны что такое слово индивидуально индивидуально в каком смысле это выход из внутренней среды когда есть вещи общие то это значит они находятся для всех людей они одинаковые да и они находятся в этой внутренней среде для всех а когда человек говорит это мое какое-то индивидуальность появляется то это он значит забирает из этой внутренней среды для себя и это становится индивидуальностью да то есть это становится чем-то обособленным то же самое у нас со словом глава то есть глава на немецком смысле слова капитал что такое глава если у нас есть какое-то произведение какое-то стихотворение это книга то глава это вырывание скажем так части какой-то внутренней среды да то есть вся книга эта среда а глава это как бы индивидуальная вырванная часть из вот этой вот полной среды слово размножаться размножаться что это значит это значит вот был человек и теперь из него вышел какой-то другой человек да то есть это тоже выход из внутренней среды и слово разделить это точно то же самое на то есть разделение это что-то это какое-то вырывание из внутренней среды вот так мы видим что с помощью еврита с помощью орфографии еврита так и можно найти общий смысл слов только по написанию даже не очень зная еврит понимая его буквы можно примерно понять что они что они хотят нам сказать эти слова итак что мы имеем значит несколько выводов первый вывод значение слов еврите связано с орфографией слов то есть с их написанием это возможно если у букв есть свое собственное значение другими словами значение слова зависит от использованных букв используем другие буквы это обязательно значит другое значение другое значение это не значит что это никакие не синонимы то есть не может быть синонимов может быть синонимы но синонимы будут отражать другие свойства слов вывод 2 в иврите одинаковые похожие слова имеют одинаковое похожее значение и наоборот разные слова имеют разные значения как мы сказали синонимы подчеркивают разные аспекты третий вывод значение слов и знаков оно непроизвольное язык неусловно да то есть это такой математический язык или как мы сказали очень похож на химический язык очень точный язык четвертый вывод понимая суть букв можно примерно понять суть слова даже не зная конечно можно сделать больше выводов чем эти но эти скажем так очень примечательны и очень сильно отличаются от выводов которых может который можно сделать из других языков из русского или из испанского обратимся к людям знающим к лингвистам что они нам говорят об этом специальном языке иврите если они нам говорят что на примерах которые археологическим путем значит найдены да вот с правой стороны мы видим алфавит на иврите а самой левой стороны мы видим самые старые написания как иероглифы да на самых старых найденных табличках вот они говорят например про букву алиф если посмотреть как эта буква писалась да то есть это кто это у нас бык альфа да как говорят сейчас альфа самец да раньше когда хотели написать вот что-то про главного то рисовали вот такую вот букву и лингвисты говорят что этим выражалось вот что речь идет о главном альфе и теперь эта буква пишется вот например про букву бит сегодня эта буква так пишется вот а раньше написалось вот так так вот отражала она очень похожа на дом и отражала она то же самое значение дом так вот лингвисты говорят что например слово а в вот это слово в иврите которая есть действительно сегодня в иврите и она в переводе означает отец они говорят это так и получается да альфа это главный бет это дом получается а в это значит главный в доме и в принципе как бы они утверждают что развитие языка было от простого к сложному то есть сначала были вот рисовали вот такие вот специфические иероглифы из двух иероглифов сложили одно слово и теперь это слово имеет определенное значение это слово отец и именно поэтому вот в иврите каждая буква имеет свое значение потому что оно прошло пришло из иероглифов и если принять это утверждение то этим утверждением очень тяжело объяснить определенные примеры которые мы сейчас конечно же рассмотрим смотрим два слова 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 весы и слова уши на иврите слово весы обозначается словом мознай и слово уши обозначается слова о знай корень слова и в этом и в том слове одинаковые озен то есть вот эти вот три отмеченные красным буквы они одинаковые и в этом и в этом слове просто существительные когда делаются существительные в иврите значит делаются приставки и окончания но суть слова она обозначается не приставкой окончанием она обозначается корнем слова и вот корень он и в этом и в том слове один и тот же почему именно эти два слова очень просто мы знаем причем не далее чем как после 1869 года что уровень что орган равновесия то есть наши весы на человеческие весы органы равновесия находятся где находится в ушах в иврите каким-то образом это было ясно всегда в том смысле что слова одни и те же и если возвратиться к утверждению лингвистов что все образовывалось от простого к сложному как понять тогда что такие сложные вещи до сложная реальность она отражена одними и теми же словами то есть эти слова друг с другом связаны на уровне орфографии да то есть если это предположить это значит что кто-то должен был уже в те времена когда значит вместо алифа рисовали бычью голову кто-то должен был уже понимать и знать что орган равновесия человеческие находится в ушах и лично мне это кажется утопичным то есть для меня это не объяснение банальном развитии языка от простого к сложному следующий пример связывает суть слов на иврите с их числовым значением и с какой-то определенной сложной реальностью слово год на иврите обозначается словом шана мы говорим шанатова хорошего года так вот слово шана мы знаем что все буквы иврите имеют числовое значение вот здесь у нас есть табличка с числовым значением всех букв так вот если мы посмотрим числовое значение этих трех букв шин, нун и гей то они будут триста пятьдесят и пять и сложив все три значения мы получаем число триста пятьдесят пять якобы не подходит к году мы же знаем что у нас все-таки триста шестьдесят пять дней но кроме всего прочего мы еще знаем что год в еврейском календаре он лунный а вот в лунном дне как ни странно именно триста пятьдесят пять дней как вам такое совпадение Илон Маск что вы на это нам скажете тоже от простого к сложному просто кто-то глупо рисовал шин, нун и гей и вот вдруг ни с того ни с сего это слово образовало числовое значение триста пятьдесят пять которое совпадает с количеством дней в лунном году очень странно следующий пример слово беременность обозначается словом геройон в иврите делаем те же несложные действия то есть ищем в таблице числовые значения этих букв и получаем значение двести семьдесят один двести семьдесят один если разделить на девять месяцев беременности то у нас выходит девять на тридцать тоже получается двести семьдесят то есть числовое значение слова беременность в иврите отражает количество дней которые уходят на эту беременность то есть они соответствуют дням беременности что вы скажете на это дамы и господа еще одно совпадение возьмем пример посложнее значит в первой строчке разберемся сначала с религиозной философией слова адам человек человек говорят наши раввины новый человек делается это для того чтобы сделать нового человека нужны три ипостаси это мать отец и бог то есть мать и отец делают как говорится физическое дело а бог делает духовное дело то есть вдыхает душу в тело как вот этот знак равно получается у нас на уровне религиозной философии если разделить слово адам на две части на алиф и на дам у нас получается следующее алиф это буква которая обозначает божественность и мы ее оставим отдельно а вот слово адам это интересное слово оно обозначает на иврите кровь так вот кровь это не просто кровь а в смысле жизнь так вот жизнь физическая да она делается кем отцом и матерью так вот дам новая кровь она делается отцовской и материнской кровью плюс еще вот этот алиф у нас был и получается действительно что как бы орфография слова адам отражает религиозную философию которая существует в иудаизме да что человек происходит от отца матери и от божественности если мы посмотрим на уровне математики да на уровне гематрии и найдем значение каждой из этих букв то мы получим 605 в слове адам если мы подберем то же самое для слов ав эм и буквы алиф то мы получим абсолютно то же самое и в этом примере тоже господам и дамам лингвистам будет тяжело утверждать что вот простым путем эволюции языка от простого к сложному слова которые в еврите каким-то чудом используются да они соответствуют и числовым значением и религиозной философии как это все происходит еще одна случайность еще одно совпадение следующий слайд у нас будет посвящен любителям хасидского подхода к объяснениям лингвистически может быть это скажем так спорно но в рамках вводного урока я считаю это интересно и можно показать окей возьмем еще кое-что посложнее сравним теперь два слова слова правда и ложь посмотрим что нам слова орфографически и геометрически говорят об этих словах значит если мы найдем значение слова эмет числовое значение то это четыреста и сорок и один сложим все и получим четыреста сорок один если мы четыре и четыре и один опять сложим то получится девятка то есть значение слова эмет можно выразить девяткой то же самое делаем в слове ложь которое выражается словом шекер на иврите и получаем сто и двести и триста шестьсот шестьсот число шестьсот опять прибавляем шесть и ноль и ноль получается шестерка то есть шестерка это числовое значение слова шекер что мы знаем из математики о девятке и о шестерке значит во первых девятка это перевернутая шестерка это раз что уже примечательно второе это это если девятку умножить на любое число и потом сложить сложить цифры полученного числа например 9 на 5 это 45 4 и 5 если сложить будет девятка то есть правда она отражает саму себя то есть из девятки мы приходим всегда к девятке если 9 умножить на 8 это 72 7 плюс 2 опять получается девятка то есть правда дает всегда одинаковый ответ как бы и наоборот если мы то же самое проделаем шестеркой 6 на 5 30 3 и 0 3 то есть другой ответ чем шестерка шестерка никогда не получится или здесь 6 на 8 48 4 и 8 это 12 то есть 12 можем еще раз прибавить 1 и 2 получится тройка то есть никогда не получится шестерка да а всегда дается какой-то другой ответ да если подумать правда и ложь да когда мы говорим правду то когда вы нас не спросили про что-то мы всегда будем говорить одно и то же потому что это правда она отражает одну и ту же суть если это правдивая суть а если это неправда то один раз это одна суть другой раз мы забыли там про первую суть врем про что-то другое получаются разные ответы это на уровне математики да отражение правды и лжи мы можем посмотреть и в чем форма букв отражает их значение значит форма всех букв слова правда она стабильна то есть у каждой из букв она стоит на двух ножках алиф, мем и таф все три стабильные буквы а форма букв в слове шекер она не стабильна то есть тут это стоит на одной ножке кув стоит на одной ножке и рейш стоит на одной ножке у всех букв одна нога более того если мы посмотрим где в алфавите находятся эти буквы да синеньким отмечены буквы слова эмет и красненьким отмечены буквы слова шекер да то есть правда она это первая буква алиф это средняя буква алфавит и последняя буква таф то есть более широкого слова в смысле алфавита да который отражается первой средней и последней буквы и первой и средней и последней буквы нет да зато наоборот в слове шекер все буквы стоят друг рядом с другом да то есть там все буквы широко расставлены а здесь очень узко то есть не дай бог упадут кроме того мы знаем из очень многих языков может быть даже из всех определенные пословицы которые тоже связаны с этим например у лжи короткие ноги да то есть как то ложь связана с ногами мы видим и говорите это да то есть они не просто короткие они вот тут даже нарисовано что очень неустойчивое слово шекер еще одно странное совпадение сколько же этих совпадений время подбить наши карты что мы имеем очень многие лингвисты до сих пор утверждают что иврит появился далеко не первым языком но есть уже лингвисты то есть нового времени которые говорят что иврит именно иврит такие а не финикийский и не египетский язык является более старым тут есть ссылочка например на одно из вот таких вот произведений которые исследований которые которые утверждают что иврит более старый язык но на самом деле это не столь важно что утверждают иврит что утверждают лингвисты когда какой язык был первым создан намного интересно как минимум с моей точки зрения это понять из всех вот этих примеров которые мы только что просмотрели а кто собственно вложил в эти слова в иврите смысл отражающий настолько вот сложную реальность которую мы люди современные поняли совсем недавно как это собственно получается в смысле лингвистическом и ответ научный считаю я дать очень тяжело что если не пользоваться ответами наших религиозных мыслителей которые нам говорят например что иврит был первым языком и ну не тот иврит на котором мы конечно же говорим но какой-то прото иврит который может быть еще не писали может быть он был не таким каким мы его видим сейчас но смысл языка иврит как он делал и на котором написано Тора он уже был создан как бы с самого начала для того чтобы показать что те примеры которыми мы пользовались не являются чем-то из ряда вон выходящим покажу вам что это работает и с другими словами значит здесь есть табличка с определенным выбором слов на иврите как мы видим слов 162 да то есть у нас есть здесь значение слова вот этот значит если есть какой-то какой-то общий смысл нескольких слов он записан здесь и вот эти вот отдельные буквы слов они записаны вот здесь вот в столбцах да вот б р а бейт рейш алиф вот они бейт рейш алиф для чего это сделано я это сделал для того чтобы выбирать какие-то слова например я хочу все слова которые начинаются ну неважно у нас какой-то буква скажем шин начинается да вот что мы еще возьмем вторая буква возьмем ну не знаю гиммл возьмем и теперь мы что видим что когда мы выбираем слова с буквами первая буква шин у которых первая буква шин вторая буква гиммл третья буква неважно какая мы видим что мы попадаем на какие-то определенные слова у которых тоже есть одинаковое значение да значение какое например то есть что это значит на русском это выводы раз из разных из разных уровней концентрации да например слово шагак значит ошибка из-за из-за малой концентрации и так далее и так далее так вот это работает со всеми словами в иврите на например если возьмем не шин возьмем там скажем бет и не знаю какие мы возьмем другие возьмем например первых бет вторую рейш да то же самое то есть есть общий смысл в этих словах когда буквы написано одинаково то услов есть одинаковые одинаковые значения надеюсь эти пару примеров показали наглядно насколько особый язык иврит и насколько тора она не является романом да то есть книга которая написана на таком точном языке языке форму ее тяжело или можно сказать так неправильно читать как роман да то есть конечно же она нам рассказывает и истории на которые тоже важно знать но на самом деле она настолько точно описано языком форму что есть очень много смыслов и подтекстов которые невозможно понять прочитав просто перевод надо читать на языке оригинала или как минимум пользоваться комментариями знающих знающих людей или раввинов надеюсь надеюсь этот урок принесет вам пользу до свидания всего хорошего до свидания до свидания Продолжение следует...